Теперь мы вернёмся, вернее не вернёмся, обратимся в выздоровление. Выздоровление и вот тут интересно, какие механизмы были задействованы в том, что она буквально таки из лапки смерти вылезла. Ну, начнём по порядку. Вот она заболела. Делают вот эти ПЦР-тесты и так далее. Я где-то до этого читал, что говорят, этот тест такой ненадёжный. То есть специалисты говорили, да что там это самое. Сделали один, другой, третий, пятый, десятый, там ей температура нарастает, ничего не могут найти, мол, всё нормально, всё нормально. Ну, позвольте, я вообще удивляюсь современной медицине. Если человеку плохо, если у человека температура, а вы всё это, палочки в нос там суёте, что-то там ищете, значит, есть причина, которая подняла температуру, сделайте другие анализы, возьмите. Что? Мы разучились уже, только палочками можем это всё делать? Или есть какие-то более такие серьёзные вещи? И в результате, прямо на концерте, огромная температура, энергетика на нуле и в больницу. И вот в больнице, опять-таки, что-то там определяет, не определяет. Начинается лечение, вот это вот используется, искусственная вентиляция лёгких. В больнице видят, что человека, вот как раз она рассказывает об этом. В первой больнице теряют, и значит, надо что-то как-то делать. То есть, никто не хочет брать на себя ответственность. Но молодцы медики той больницы первой, к которой она обратилась. Они видят, что не могут ничего сделать. Значит, что там, искусственный сон вызывает. Определили, что примерно 95% лёгких уже поражено. Но какой тут вот эта искусственная вентиляция лёгких, через лёгкие, когда лёгкие поражены. Поэтому уже вводят трубку сюда, непосредственно в горло туда. Человек дышал. Но, оказывается, и этого мало для того, чтобы вот сохранить, значит, ввели вот в искусственный вот этот сон. Он там свои вещи делает. Но я думаю, что вообще-то голодание гораздо эффективнее. Потому что искусственный сон, он не обеспечивает подъём защитных сил организма, как это делает голодание. Это моё мнение. У вас может быть другое. Я знаю про голодание. Вы знаете, допустим, про этот сон. И можете сравнить, что там лучше. Лично я считаю это так. Далее, значит, подключает, как тяжело больную, аппарату, который обеспечивает и искусственную вентиляцию лёгких, и искусственную циркуляцию крови. Кстати, кстати, помимо того, что так лечили, уже все эти подключения аппаратов, я так специально там читал, они дают свои собственные осложнения. То есть там, получается, мы недавно разбирались сепсисом, это заражение кровью от микробов, это, значит, кровотечение, это, значит, многие другие осложнения. Например, хотя бы те, которые возникают от приёма вот этих снотворных препаратов, которые вводят человека в искусственную сон, искусственную кому. Кому, в которой он там находится, вот, якобы там организм, ну, не так уязвим для болезнетворного процесса и может, так сказать, жить. Я считаю, голод гораздо лучше это делать. Ну, ладно. Вот эти оказали вещества снотворные, влияние на организм. Я для себя поинтересовался о побочных действиях. Да, оказывают. Далее. Подключают вот этот вот вентиляция лёгких и циркуляция крови тоже различные трубки. Закачивают, вернее, ждали, что сейчас всё это запустится. Однако ничего-то не происходит, не запускается. Наоборот, развивается сепсис. Значит, начинают комбинировать, вводить в круг различные там антибиотики, такие-сякие и так далее, и так далее, и так далее. Это всё, естественно, оседает в организме. Конечно, оседает в организме. Далее никак не могут её вывести из этого медикаментозного состояния. Сколько там находилось? Вроде как 37 суток. Когда человек лежит 37 суток, развивается пролежний. Поэтому её переворачивали с одной стороны на другую, для того, чтобы вот этих осложнений не возникло. А это, оказывается, естественное осложнение. Значит, как они называют больничное, вот это вот, бактериальное заражение, или как-то там, больничный сепсис. Это уже хуже терминологии есть. Плюс пролежний. Это уже как и должно быть. И плюс человек на этот аппарат подключается в крайне тяжёлом состоянии. И согласно вот как раз из вот этой вот видосика, певица Максима жизни после смерти, говорит, ну, примерно выживает один из десяти. Один из десяти. У неё два раза останавливалось сердце. Медицина лечила и так, и сяки, пятое, и десятое, будем так говорить, делала своё дело, которое она знает. А там уже что получится. И вот тут-то, вот тут-то, а там уже что получится, подключились совсем иные силы. Как раз Собчак её спросила. А вот говорят, что когда человек теряет сознание, там видит коридор, та-та-та-та-та-та-та. Вот она говорит, нет, я коридор не видела, я видела другое. То есть когда тело, вообще уже тонкое тело покинуло, значит, физическое тело, оно уже находится вот в различных вот этих вот мирах, где происходят совершенно иные вещи, которые она рассказывает. Она рассказывает, что вот её поднимали на лифте, она чувствовала себя спокойно, уверенно, ничего не болело, в тонком теле была радость такая. А так она и есть. Вот я когда выходил из тела, я всё ощущаю. И ощущал. Вот во снах летал, вот это вот чувство полёта, чувство вот такой вот лёгкости, радости и какого-то такого спокойного всезнания. Ну, это мои ощущения. Примерно то же самое и она описывает. И вот там среди вот всего этого, тех, с кем она общалась в том, значит, мире, в тонком, она услышала такую фразу, кажется, за неё молятся. То есть медицина, вот скажем, она делала, что могла. И дальше как получится. Со своей стороны родственники, мама и особенно бабушка молились. Плюс за неё, значит, молились, поддерживали мысленно огромное количество её поклонников. Значит, они отдавали свои вот эти эмоции, свои мысли в поддержку, чтобы она выкарабкалась из этого состояния. А это огромная, огромная энергетическая подпитка. И я вот думаю, что вот здесь, и как раз фраза тех тонких сущностей, кажется, за неё молятся, и как раз сырала своё нужное дело. Она вышла из комы и начала потихонечку поправляться. Далее очень интересно, гимнастика имеется в этом видосике. А именно, не просто человек дышит, а я всегда говорил, для того, чтобы выйти после вот этих всех, человек переболел вирусным заболеванием, ему надо поднять обмен веществ. Обмен веществ поднимается физическими упражнениями. И поэтому она делала простейшие физические упражнения с резиновым жгутом, для того, чтобы давать какую-то нагрузку на организм. И как раз врач лечебной физкультуры говорит, вот раньше она только отжималась от пола один раз, а теперь уже четыре раза делается. Активирует мышечную систему для того, чтобы через неё уже активировался обмен веществ. Обмен веществ активируется, человек начинает идти на поправку. Плюс упражнение, когда, знаете, вот человек, как бы сказать, немножко отжимается, вдох-выдох, вот это вот напряжение позволяет ещё пускать в воздух, как бы сказать, продавливать его под давлением свои лёгкие, которые поражены для того, чтобы он уже под таким небольшим давлением от физического усилия доходил до мельчайших вот этих вот альвеол и начинал там вести оздоровительную работу. Это очень правильная вещь. То есть помимо того, что простейшие там упражнения, жгутом с дыханием там, допустим, да, ещё отжимания там, когда в воздух поступает, человек дышит, и он идёт, продавливается в те места, в которых в обычных условиях он бы не прошёл. И я рад за Максим, как она сказала, что в какое-то осознание у меня произошло какой-то поворот, что я здесь нужна, поэтому меня для чего-то оставили, и надо задуматься над своим образом жизни, что мне делать и как мне делать для того, чтобы, значит, жить. Кстати, интересные вопросы Ксения ей задавала. Говорит, вот сейчас на волне, вот, как бы сказать, интереса к Максиму можно сделать второй там перезапуск. Загремело имя, пошла там раскрутка вновь, так сказать. И, как бы сказать, всё это опустить в оборот, и опять концерты, всё это там, альбомы будешь сыграть. Вот я как раз всё это слушал и понимал. И она как раз сказала, Ну, пик, он не может, пик популярности, он есть пик популярности, он приходится на то или иное там время, когда человек действительно, вот, он считает, что он достиг нужной самореализации, нужного материального положения, и, знаете, ещё куда-то двигаться, ещё что-то там делать. Зачем? То, что хотелось, то, что желалось, уже достигнуто. Тем более она открывает, или уже открыла школу, где будут детки обучаться актёрскому мастерству, бальным танцам и вокалу. То, что она, как бы сказать, и хотела. Зачем ещё что-то? То есть у человека. Спрашивали, следит ли она за какими-то высказываниями в её счёт. Она говорит, нет, меня особо это не волнует. То есть её волнует своя собственная личная жизнь. И это очень важно. Жить своей жизнью, а не чужой. Так что я рад за Максим. Рад тому, что познакомился на основе этих событий с её судьбой. И узнал кое-какие вещи для себя. А вернее, утвердился, что, допустим, успех, здоровье, судьба, они имеют определённые закономерности. И если вы их задействуете, то успех будет. ПОДПОДПИСЫВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВАЦИВ